По данным статистики, каждый четвертый подросток в возрасте 14-16 лет попробовал или уже пристрастился к табакокурению. Среди основных причин возникновения этой пагубной привычки специалисты отмечают подражание другим школьникам, желание оказаться более самостоятельным. У девушек при общении к курению часто связано с кокетством и желанием нравиться юношам. Но основная причина, как отмечают врачи-наркологи, это все же желание подражать взрослым. Подростки и дети берут пример с нас взрослых. Если вы выйдете из поликлиники и подождете часа полтора-два у нас на ступенчиках, вы наверняка увидите одно-две, а то и больше мам с маленькими детьми, которые, выйдя из поликлиники, с приема у врача, останавливаются вот этими ступенечками поболтать, достают сигареты и выкуривают. Фактически они превращают своих маленьких детей, которые в колясочках или бегают вокруг них, в пассивных курильщиков. Во всем известно, что около 30% всего тех вредных химических соединений, которые содержатся в табаченном дыме, попадают и в легкие тех, кто стоит рядом. Как отмечают врачи, курение у подростков вызывает опасность по нескольким причинам. В первую очередь, те, кто начал курить в раннем возрасте, как правило, остаются курильщиками на всю жизнь. Постоянное курение повышает риск многих серьезных хронических заболеваний, в первую очередь у подростков. Многие болезненные изменения возникают не сразу, в более зрелом возрасте. Курение снижает эффективность восприятия из-за учебного материала, уменьшает точность вычислительных операций, снижает объем памяти, вызывает головную боль, раздражение, снижение работоспособности. Слишком раннее курение задерживает рост организма. Объем груди у курящих подростков, как правило, меньше, чем у некурящих сверстников, а это приводит к нарушению дыхательной функции. То есть эти дети становятся более подвержены респираторно-вирусным инфекциям, чаще болеют хроническими заболеваниями. Никотин снижает физическую силу, выносливость, ухудшает координацию, скорость движений. Установлено, что одна сигарета в течение буквально 80 минут снижает физическую силу на 15%. С начала этого года комиссия по защите прав несовершеннолетних при госадминистрации составила уже около 130 протоколов. О случаях курения среди несовершеннолетних нерадивых школьников и их родителей приглашают для беседы, а в повторных случаях штрафуют. Мы проводим с ним воспитательную работу, объясняем, к чему может привести употребление сигарет. Но, к сожалению, не все правильно реагируют. Еще одна из таких болезненных проблем, о которой и комиссия борется с этой проблемой, это продажа сигарет. Потому что по закону несовершеннолетним продавать сигареты нельзя, запрещено. Но наши киоски из-под полы малолеткам продают сигареты. Есть такие случаи, иногда нам приходится наказывать, но это очень редко, когда наказываются именно продавцы. В соответствии с Административным кодексом республики, ответственность за потребление табака несовершеннолетними предусматривает для правонарушителей и их родителей наказание в виде штрафа в размере от 10 до 15 РУМЗП или от 184 до 270 рублей. Также административную ответственность несут и правонарушители, склонившие несовершеннолетнего к табакокурению. Внешне безобидно и угостить сигареткой может обойтись им крупным штрафом от 360 до 640 рублей ПМР.